здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы отправляемся с вами сказочный мир игрушки тем более что новогоднее такое настроение любая игрушка напоминает взрослым о детстве ну а детям любая игрушка это самое главное что есть но вспомните себя когда все ради игрушки но одно дело когда игрушка делается где-нибудь скажем так на масштабном глобальном производстве из довольно таки небезопасных как мы нынче знаем материалов другое дело когда игрушка делается своими собственными руками вот об этом нам сегодня рассказывает наталья степанова которая пришла в гости со своими игрушками это первое и это непростые игрушки потому что сделала их наталья степанова еще раз я представляю мастер без шитьевой игрушки все правильно да правильно здравствуйте здравствуйте вот у нас игрушки представлены и в вертикальном и в горизонтальном состоянии любые варианты и конечно же это маленькая только до часть того что вы знаете как давно вы начали вообще заниматься вот таким любопытным рукоделием ну вообще наверно первое это года три-четыре назад вот так не так давно они так а почему связи с чем вдруг ну я просто увидела какой-то мастер-класс телевизору как делают без шитьевую такую традиционную куклу я даже не успела его досмотреть потому что мне так захотелось самой и мне все прям представилась как это должно вообще были лица и да и выглядеть вот я как бы сделала мне понравилось я начала делать дальше они конечно такие были ну так скажем страшноватые но понятно за первую но первое да ну естественно вот а потом мне просто надоело делать одно и то же то есть убежите в их игрушку в традиции которые сейчас уже существуют вот эти рамки там очень мало ну для меня например мало возможно возможности ну вот давайте сейчас прямо на этом этапе потому что такой шикарный медведь стоит как бы внимательно нас слушает и игрушки они разные было вот тем более что есть еще такое понятие как кукла которая сделана руками да сейчас довольно такой ценный вариант ну например кости сувенира когда мы приезжаем куда-то то хочется вот из той местности какой-то свой персональный сувенир где-то под спудом и понимаем что 90 процентов это примерно одно и то же только наклейка здесь барселона там рим тут москва все одно и то же и игрушки точно также но тем не менее бывают безусловно какие-то свои особенности и вот вы говорите бесшитивая игрушка что такое бесшитивая в чем основное и и отличие от простой игрушки от пластмассовые возле за игрушки да значит во первых все они сделаны только из ткани ну в моем случае это только ткань там нет каркаса и все сделаны из внутри вот этого медвежонка не железяк недели чем только ткань и ватин и все это плотно скручена нитками ничего не пришита ничего не приклеена все привязано ниточками в обычных в народных куклах допускается там использование каких-то палочек каркасов там делали на ложках разные просто не было почему-то принципиально сделать только из ткани вот такая знаете это как вот есть церкви которые без одного гвоздя сделано примерно то же самое но понятно почему месседж и который скажем так был сделан для вас в эту видели сделали но ведь можно было попробовать поиграться в эту историю да и остановиться на этом а вы пошли дальше почему мне кажется что это какая-то болезнь просто ну потому что я не знаю даже когда я вообще о них не думаю вот вообще совершенно занимаюсь своими делами как другими но вот если им нужно появиться вот какому-то персонажу он вообще не спрашивает чего я хочу вот а он как бы вот садись и делай я сажусь делаю и получается просто какой-то ну вот мне нравится то есть я понимаю что если бы я села рассчитала все у меня бы так не получилось то есть она вот просто как-то выключаешься потом включаешься хорошо сколько сейчас у вас уже игрушек вашим таскать не знаю потому что ну какая-то часть уже там нашла хозяев новых каких-то владельцев какие-то вот стоят по разным там магазинчикам дома мне даже не считала много мне место мало ну мы конечно же поговорим о мы понимаем причины их появления то есть это знаете вот как художник до картины пишет или поэтому муза приходят вот и к вам тоже что-то такое какое-то творческое спускается но когда вы поняли что у вас есть продукт до его нужно реализовать как можно вот такие игрушки почему я сейчас объясню они действительно то что вы нам принесли любопытным и сейчас чуть попозже все вам покажем что здесь находится так более в крупном плане как их можно и кто их любит покупать как это происходит вот через эти маленькие магазинчики есть у вас какая-то обратная связь да ну конечно во первых это соцсети потому что там как раз таки можно рассказать что это такое то что обычно люди не верят что это все полностью без шитья а можно вот я сейчас в руку возьму вот так медведь нравится вот вот не верят что там глаза не пришиты или не нарисованы они не пришиты они не нарисованы нет и люди не понимают а в соцсетях можно рассказать об этом показать фотографии какой-то процесс и тем более что там публика которая знает в принципе про такие технологии подобные до которые даже в основном то и занимается какими такими игрушками на меня похожи сайте чем-то а всегда кто-нибудь находит на себя кого-то конечно так хочется потому что даже ножки вот здесь до которую здесь маленькие такие вот там тоже ткань к живут такой прям человеческий живут и и тут еще очень важно не пришиты глаза да и нос я так понимаю тоже не не пришита все но при этом обратите внимание что у человека у человека очень важно что игрушка напоминает человека у этого медведь с характером у него какие-то переживания он о чем-то думаю то есть это же все сделано руками вы какую-то вот вкладываете вот ну посреди но это же живое существо практически вот как как происходит оживление вот этих вот вообще мне кажется что они они очень внимательно меня слушают вот мое внутреннее состояние появляются с такими с нотками вот видимо в этом случае я была задумчива потому что бывают там да какие-то грустные бывают наоборот разухабистые такие но просто вот какое настроение что я не вся какую музыку слушаю в этот момент кино смотрю то есть все влияет вот а потом я могу сделать и мне не понравится как он будет смотреть я там конструкция такая что мордочка то есть лицо это самое первое что появляется да так и если что-то поменять в мордочке то приходится разбирать все если мне не нравится я разбираю все а у него есть получается какое-то место где вот за что-то потянул и вот вы раскрутить нет а такого нет все приходится мой новый друг сейчас я рядом его чтобы он чувствовал себя как дома а скажите пожалуйста но я вижу что все-таки как-то с животными а вот давайте покажем что вы еще при это какая-то семейная пара да вот эти как раз приехали буквально выходные с конкурса мишка теди его друзья от кукольного мастера журнал кукольный мастер вот они выиграли в номинации все как у людей вот их затем подружка то прямо до такой банка образная у него это даже вот есть подобие татуировки какой-то даже даже это это штамп не сделала штамп то это внучата вот этого товарища такие до современные такие мне почему-то вспомнилось какое-то мое такое детство его там образа из него были а давайте покажем вот сейчас нас крупный план есть разверните их где татуировку просто как вот они стали теперь надо на 30 градусов разверните да вот вот еще вот это на голове вот это вот это обычный штамп такой причем в русском стиле штамп там петушок как положено да я такие вот но это у вас уже прям такой стрит-арт практически да хорошо а дальше вообще что такое нежное дальше нежное душевное тут эта кукла пада под руку что ли это такое подобие елочные игрушки но даже год зайца вот это будет год зайца да я тоже не вижу спасибо не менее год за год за этом еще код что-то так или кролика кролика ну какого лучше я как ругая кто больше нравится кролик или за это не знаю я всех люблю так значит это типа елочная игрушка да это все равно продолжение вот этого проекта из одной семьи я так но тут мне просто нравится покажем к не люблю мне когда нравится какая-то ткань я прям ее пока ну вот но у этой игрушки есть функционал там внутри есть такой же без шитьевой мешочек куда можно допустим спрятать конфеты подарить или спрятать и оставить или положить мешочек с аромат травами допустим да и вот обняться и допустим спать не или ну просто в общем почему-то много еще вас игрушки имеют какой-то функционал они как-то захотел но я смотрю все равно в чем на мой взгляд прелесть что это прям можно опять же связывать да с литературой и с искусством когда в образе на животных да мы передаем все-таки прежде всего человеческую какую-то составляющую вас игрушки все связаны с животными или человечки типа нас тоже имеют имеется но как я не лучше расходятся человечки обычно я человечков делаю когда просят для знаете таких маленьких театров театр в чемоданчике да 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 какие-то сказка терапии вот это все там конечно герои сказок и ну не обходится без человечков либо я делаю какие-то когда мне хочется экспериментов совсем но честно говоря мне больше двери на они мне как-то роднее тем более вот медведями еще лисы это вот прямо медведи лис а волк у вас есть ходилка и волк есть хоро как лошадка есть и лошадкой лошадкой с но слова вот во второй части мы поговорим я думаю вот вы же увидели этот мастер-класс а мы-то не видели надо было вам принести нам что-то хотя бы ну элементарное сделать вот я так понимаю что вам нужен как какое-то количество материала но разное насколько вот моем новом друге здесь раз два три это четыре наверное до 4 5 6 хотя нет это не отдельно это изнанка изнанка синенького вот это тоже синенькая да 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 ну где-то 6 порядка 6 до 7 вот это и каждого материала поскольку примерно на вот ушло на этого парня ну так вот на мосечку отрезать чик на рубашечку отрезать чик на рукавчики так квадратики там не очень много материала ну а живот вы просто делаете ватин к ботин да это такой материал прекрасный который продается для обивки дверей а еще можно купить ветошь которая продается для мытья полов у вас получится шикарный живу прекрасно просто материал как и скоро можно вылепить все что угодно понятно ну что ж во второй части мы поговорим дальше о том что такое вот это без шить его игрушкой конечно же наверняка нам захочется узнать где приобрести такой вот ну можно сказать очень любопытный подарок потому что мы как-то вообще отвыкли от ну не масштабных производств да нам все равно кажется что где-то несчастные люди за какие-то маленькие деньги в поту не в нашей стране по ночам шьют 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 а мы потом это покупаем и все он он еще до того как мы домой довезли уже начинает паш вам расходиться вот дождитесь и наверняка вам будет интересно тем более что сама мастер здесь мастер без шитьевой игрушки наталья степанова продолжим напомню что нас гостях наталья степанова мастер без шитьевой игрушки и мы продолжаем наш разговор давайте еще раз напомним что значит вот вам снизошло что-то оттуда с небес вы кстати одна сами шьете ли еще кто-то вам помогает я одна они не шьются поправочка удовольствие важная собираются дамы так сказать создаются вот появляются как угодно а почему одна-то не никого не приглашаете и проводите ли вы какие-то тренинги да нет конечно проводят я провожу мастер-классы и и там и онлайн и и вживую конечно потому что не очень хочется чтобы все это пошло люди что массы да потому что я знаю что очень популярная бесшитивая игрушка вот в традиционном ее понимании и мне кажется что ну почему бы не разнообразить вот этот этот вид творчества и пустить как бы вот это все дальше вот и я да то есть есть мастер-классы я даже придумала наборы для создания таких игрушек наборы да а что входит в набор а там хоть туда входит все что нужно там и там есть заготовки чтобы было проще делать тому что достаточно сложно скручивать основу вот для мордочки вот там заготовки там ткани нужных размеров и что там нитки инструкция фото и шикарный подарок на новый год и это можно приобрести где-то у вас в социальных сетях можно да ну либо у меня социальных сетях далее вот творческой мастерской краскова краскова можно принать его за кого да творческая мастерская мастерская хорошо ну вернемся значит персонажи у вас много а что в социальных сетях по этому поводу говорят и как вы кстати продвигаете то есть просто сделала куклу и показала либо за каждой куклы какую-то историю придумываете я вообще небольшой знаток как продвигать я больше как это делаю ну да я показываю просто вот вот у меня такая кукла могу показать немного там процесс как что-то такое вот вот давайте сейчас мы порепетируем вот мы о тех товарищах поговорили вот этот персонаж вот как он вам кто он такой это мишка это люблю люблю его нежно потому что он достаточно старенький ну как если можно так сказать в пределах этих ну и как мишка старенький но и как поводу как игрушка и он ездит со мной кстати везде то что фотогеничен такой задумчивый и в общем очень классно смотрится на фотографиях и я его фотографирую да и выкладываю все там вот он здесь вот он там то есть это ваш персональный можно сказать такой талисман ну не то чтобы он вот прям совсем персональный но вот он мне очень нравится он такой очень универсальный он везде хорошо выглядит всегда а повторяемость игрушек у вас есть или каждого можно сделать ровно такого же с такими же размерами в тех же цветах он все равно будет другой они все равно все разные получаются понятно но из одного так сказать мама у них одна надо вот вернемся к рассказу о том обратная связь когда люди получают ваши игрушки что-то они вам сообщают но я бы например знаю что вот есть автор в чем прелесть если ты покупаешь какую-нибудь пластмассовую игрушку ты разработчика может только узнать который может когда-то где-то но так чтобы вот прямо она написать что-то или какая хорошая игрушка или какая плохая или еще что-то а у вас были варианты чтобы вам написали что вот ваш игрушка там настроение поднимает или еще что-то ну конечно мне пишите когда отправляю я всегда очень переживаю потому что одно дело фотография а если человек заказывает онлайн одно дело фотография другой вопрос когда люди берут их в руки но они удивительные существа их когда в руки берут они еще больше нравится то есть если человеку она понравилась на фотографии если он ее взял в руки после этого то ну как бы я честно у меня не было негативных отзывов о них то есть ну как бы до положительная как бы ни капли собираю они жалко расставаться то есть такие игрушки которые не хочется отдавать знаете я просто знаю что людям которым они нравятся это хорошие люди и я их как котят отдаю в а вот я уверена в этом но мне очень везет самом деле на как бы вообще на окружении но все-таки эта игрушка как вы считаете она больше для такого но взрослого что ли восприятие или этой игрушкой вполне могут и дети играться ну для детей когда заказывают я делаю все как-то там не три узла 6 вот чтобы можно было действительно играть а для взрослых ну как бы понятно что это коллекционная какая-то история либо там она рабочая в плане там вот театральности до какой-то там постановки иллюстрации сказок но я знаю что люди не будут дергать там грудь взрослые вот маленький ребенок он должен же забрать обязательно да поэтому ножки так чтобы вот это вот понятно что можно выдернуть ну все даже пришитая но я учитываю для кого я это делаю я вижу вы человек творчески то есть ну там игрушка в месяц вы куда-то ее продаете или две игрушки как и сколько вы делаете как вот в этом она вообще по-разному ну в связи с последними событиями конечно все это отошло на задний план и как бы для всех понятно вот но не в обычном нормальном формате в обычном сколько мне каждый же не много потому что я очень плохой продавец то есть я не знаю как это делать я знаю как делать но как продавать это вообще не про меня а как часто вы делаете вот вы говорите когда к вам приходит ну требует игрушка своего появления они требуют как раз в неделю раз в месяц нет на самом деле они я просто не знаю просто сажусь и дальше допустим беру кусочек ткани что-то кручу кручу если я не знаю что я конкретно хочу сделать конечно вот кручу кручу вот прошу раз я крутила крутила думала что будет морковка на самом деле получилось утка грандиозная такая большая яркая утка но просто эта морковка переросла в такой клюв классный что я не смогла ну как бы все надо надо делать вокруг морковки утку понятно больше из утки уже ничего не превратилось нет все а можно дать не вот этого модного панка панка вот я хочу еще показать нашим зрителям давайте мы все-таки поймем что вот голова насколько я понимаю ну приблизительно потому же до принципу сделать у медвежонка здесь у него правда вы добавили ему такой когда вы ракет ракет да вот а ну сколько тут деталей сколько здесь материала все-таки уходит какой размер примерно платок большой ну в принципе да наверное как большой платок но только разные материал разные раз-два нет это один раз раз-два три она еще что-то разрезается и так далее что на единой форме вот и внутри вот этот вот материал который вы называете да там ватин и ткань вот что интересно он явно моложе чем вот этот персонаж то есть вот если их вдвоем поставят а получается такой папа из какого-то глубинки а и вот такой продвинутый сынуля до который как бы вот уже познал эту жизнь хорошо ну и завершение нашего разговора я хочу обратить внимание что наверняка кто-то из наших телезрителей точно захочет к вам обратиться по крайней мере посмотреть у вас же я так понимаю вы выкладываете все эти фотографии у вас есть сайт или как я обитаю в основном вконтакте контакте то есть вас можно найти вконтакте наталья степанова наташа степанова мастер без шитьевой игрушки я будет очень надеюсь что вы поддержите в данном случае почему я даже не рекламирую просто я вот правда подержал в руках и как мне-то уж точно как бы никогда вот с игрушками заниматься вот но я подумал что действительно как какое-то тепло поэтому задумайтесь над этим и у меня еще такой вопрос а какая вообще цель игрушки вот как вы считаете можно ли это вообще назвать игрушка может это что-то другое нет я думаю что это все-таки игрушка и если она для взрослого то это игрушка для внутреннего ребенка то есть порадовать себя потому что это когда смотришь на что-то что доставляет положительные эмоции жизнь лучше становится ну да говорят что человек же почему мы так стареем в итоге довольно быстрее умираем чем могли бы потому что мы вот своего этого ребенка быстро давим в начале такие глаза жизнь прекрасно захотел есть крикнул тебе еду принесли наелся крикнул еду внесли жизнь прекрасно игрушки потом приходит время когда за игрушку надо бороться надо маму с папой просить дайте мне игрушку и начинается уже понимание что можно как-то манипулировать этим миром но мы не понимаем одного что мы-то конечно миром манипулируем но прежде всего он манипулирует нами а вот когда вот это существо нужно не может с вами манипулировать она наверное только может вам создавать какой-то ну вот свое такое приятное настроение наталья а если кто-то захочет например все таки воспользоваться вашим каким-то опытом и тоже стать таким мастером или в подмастерье к вам попросятся как это сделать ну так же через соцсети я думаю что сейчас вообще все вопросы решаются через соцсети поэтому ну как бы я даже соцсетях с игрушкой поэтому меня легко найти хорошо ну и самое последнее новогодние версии у вас будут сейчас же новый год идет к дед мороз или вы тем более что я вижу что у вас своеобразный подход то есть вы не делаете прям такой там я не знаю там буратино буратино или ну традиционные хотя если надо сделаете так понимаю да ну вообще не кажется что в этой технике если нужно будет машину собрать можно а новогодние что снегурочку какую-нибудь можно слепить из материала можно слепить свою сутку можно все можно вот мне пока вот как не очень они приходят я не знаю у меня есть снеговик вот он мне очень нравится ну вот не гореленький с коренькими ручками но как положено палочки до палочки в панамке друзья обратите внимание что очень интересно на сегодня гости наталья степанова мастер без шитьевой игрушки которая довольно скромно но тем не менее игрушки и очень интересные мне очень нравится например советую вам приглядеться посмотреть зайти в интернете но если захотите сделайте подарок потому что правда это клево спасибо вам огромное спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания